В стихотворении «Ключ» Державин зарисовал водный источник в разное время суток, как он представлялся взору наблюдателя-поэта. «Когда в дуги твои сребристые глядится красная заря, Какие пурпуро-огнистые, И розы пламенные, Горя, с паденьем вод твоих катятся». Таков ключ утром. Целая гамма оттенков красного цвета развернута в стихе. Поэт видит их яркий контраст с серебристыми падающими струей водами источника. Богатство и пышность красок, которым славится державинская поэзия, таким образом намечено уже в этом стихотворении начального периода творчества поэта. «Гора в день стадом покровенну, Себя в тебе любуюсь зрит, В твоих водах изображенну дубраву ветерок струит, Волнует жатву золотую». Конструкция первых двух строк инверсирована. Современник Державина, поэт Иван Иванович Дмитриев, пытался исправить их, предложив такой вариант. «Стадами гору покровенну, В тебе любуюсь путник зрит». Но Державин не принял поправки, путник ему не требовался. Хоть он и делал фразу удобочитаемой. Была нужна гора, которая сама глядится в источник, как в предыдущей строфе, В его серебристые дуги гляделась заря. И какая смелость выражения Дубраву ветерок струит, Колеблет отражение В источнике деревьев и золотой нивы. Багряным брег твой становиться, Как солнце катится с небес, Лучом кристалл твой загорится, Вдали начнёт синеться лес, Туманов море разольётся. В этом своём первом пейзаже Державин уже умеет различать планы ближней и дальней. При закате солнца берег становится багряным, А лес, находящийся вдали, синеет. Об этих наблюдениях было впервые сказано в русских стихах. И, наконец, ночь. О, коль ночною темнотою Приятен вид твой при луне, Как бледны холмы под тобою И рощи дремлют в тишине, А ты один шумя сверкаешь. В этой строфе Державин наметил не только обязательные элементы ночного пейзажа, столь распространённого затем сентиментальной романтической поэзии, но и словарь с выражениями «приятный», «бледный», «дремлющий», «холмы», «рощи», «тишина». К этому словарю мало что прибавлялось в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok